Добро пожаловать в волшебный мир магии Хогвартс Легаси. На связи Чандра Ольга. Здравствуйте. Здесь мы, рядом с полем для квиддича, обнаружили возможность зайти куда-то. Давайте попробуем. Садись, пожалуйста. Я Б нажал. Не хочет. Не хочет. Крыша тут протекает, несмотря на то, что сверху воды вообще-то нету. Это волшебство, как ни крути. Видимо, кто-то тут тренировался. Возможно. На задание дождя и что-то пошло не так. Мальчишку, кстати, мы видели какого-то, который дождь у себя над головой. Ну вот, видимо, это он. Так, а здесь у нас что? Там снизу закрыто. Сверху можно зайти, наверное. Можешь попробовать зайти здесь. Там алохомора. Вот тут можно зайти. Попробуем зайти. Снизу потому, что алохомора. Вы не можете войти, находясь верхом. Люмос. Что, вниз нельзя? У-у-у. Лестницы нет. Нет, нет дырки. Никакой. А. Опа. Это белоснежка тут, господи, белоснежка. Это себя красавица была здесь? Там дырите, но... Возможно. Что-то прям дзинькает, но это здесь дзинькает. Здесь дзинькает, да. Внутри. А у меня мужчина. Наверное. Так, хорошо. Значит, пока не можем. Ладно. Тогда мы перемещаемся дальше. Наша задача на сегодня добраться вот до этого. Кстати, погнали, соберем тогда урожай. Да. Поставим урожай водорослей. Да. Сбор мы организовали вот таким образом. То есть можно спокойно перемещаться и взять, перемещаться и взять, перемещаться и взять. Без каких-либо проблем. То есть не надо даже подходить. Вот к этому, в частности, к Мандрагоре мы подойти физически не можем. Но мы спокойнейшим образом... Опа. Задача профессора чеснок выполнена какая-то. Это собрать, видимо, Мандрагору. Сам собрать урожай. Да. Стоп. А там же собрать урожай водорослей. Видимо, не только. Хорошо. Мандрагору мы, тем не менее, собрали. Надо еще понаворачивать водоросли. Поэтому мы собираем вот бадьян. И собираем новенькие. Новенькие вещи. Мы теперь капусту можем собирать. На выходе всего лишь одна капуста, к сожалению. Ну, куда деваться, кому сейчас легко. Пять. Это потому что для зелия капуста она используется. Так. Теперь наша задача. Где там у нас... Вот, для выручай комнаты. Мы открыли... Это что такое? А, много всякого мусора. Нам нужно... Большие горшки. Одну штуку поставим. Можем пока поставить. Пока одну. Он, кстати, реально большой. А нам нужна еще мальва. Давай посмотрим. Мальва. Не инвентарь, а именно... Инвентарь. Не снаряжение, а инвентарь. 82 мальвы. Уже хватит. Уже реально хватит нам мальвы. Поэтому нам мальву можем забить. Ну, хорошо. И тогда мы это убираем. Используется для других целей. Понял. Надо освободить обязательно горшки. Угу. Добро. В смысле? Это на другой горшок. Хорошо. Ну, чтобы нельзя было случайно снести, в принципе, правильно сделано. Теперь создаем. Опять-таки раз. Два. Три. Нам нужно два больших. И в принципе мы тогда все. Ну, не, ну поставь их просто ближе. Ну да, там будет пустое место. Ну что? Пусть лучше будет пустое место здесь. Угу. Угу. Согласен. Вот именно. Согласен. Лучше бы ты по этой линии строил их. Хорошо. Все. Довольно? Да. Так, сажаем. Что мы посадим здесь? Водоросли. Водоросли. Через 15 минут мы их достанем. Здесь мы сажаем ядовитую тентакулу и ядовитую тентакулу. Тоже соберем через 15 минут. Посмотрите, что там чеснок. Что чеснок хочет от нас? Ммм. Понятно. Ну ладно. Хорошо. Все три боевых растения одновременно испытайте их в деле. Может там не к водоросли, а просто что-то сказать. Просто что угодно. Возможно. Так, и тем не менее. Смотри, у нас по табу что? У нас есть тентакулу, она... Ну вот непонятно, она есть все-таки или нет. Нет, у нее. Давай ее купим. Многошка. Давай купим. Ну-ка, 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 ну-ка. Это страничка. Офига она делает. Офига она еще до сих пор летает. Согласен. Хоксмит. Кстати, мы 22 из 25 страниц здесь должны были. Да. Всего три странички осталось. Но это на самом деле благодаря увеличенному радиусу ревелия удалось это сделать. Ну да. Вот они деньги. Подозреватель. Ничего страшного. Найдем лучше. Все равно мы будем там 40 плюс уровня. Более. А здесь нельзя булькнуть? Жалко шапку. Нет. Нету. Нету бульков, да? Нету. Зато есть... Ну это скорее всего под лохоморой. Или нет? Ну-ка. Вот они деревья. Вот деньги. Нам еще нужны будут в большом количестве. Катские станки там всякие ставить. Надо научиться приручать животных для начала. Понятно? Да, научиться приручать. Это под названием эльф. Эльф. Ой, ребят, все, я понял. Это будет крайне не скоро, да? Все, хватит. Короче, сначала зверей ловить, потом и все остальное делать. Понятно. Зверей-то еще не скоро. Это внутри? Это здесь? Это здесь. Это здесь. А Динг был внутри или нет? Вопрос. Ладно, его уже нету. А вот подозреныш? Подозреныш. Да прыгай же ты. А это не подозреныш. А это не подозреныш даже. Это легендарная шапка твоя. Неправда. Ну, перчатки, ладно. Перчатки лучше, они дамаг дают. А шапка? Не знаю. Вот это подозреныш. Защиту, наверное. Или атаку. Не знаю. Но руки точно атаку дают. Атака это топ-1. Ну, посмотрим, что твоя шапка дает. Сейчас посмотрим. Ленечка. Так, страничка. Опа. А до этого что было? Я починил. Кого? Дерево. Понятно. Мне показалось, что там веточка сломана. Где-то еще страничка вознаграждается. Еще одна, кстати, страница. На полном серьезе. Всего лишь одна страничка. И мы, получается, закроем все странички здесь. Ну, давай посмотрим. Может, найдем, правда? Давай. Последняя книга. Ага. Когда-нибудь ты ее схватишь. Опа. 25 из 25. Вызов принят. Вызов принят. Вообще, мы за вот этим пришли. Это подсмотришь. Подозряй-ка. Подсмотришь. Ну-ка, подсмотришь. Не увидел нас. Не даем спать предному сундуку. А все. Разуплотнили мы его. Обокрали. Грабанули. Кто мы? Кто мы? Кто мы? Кто мы? Грабители. Что делают грабители? Грабит. Пойдем грабанем. Пойдем. Вон он. Вон он сундук. Пошли грабанем его. Пойдем грабанем его. Кто-то, по-моему, посмеялся над этим. Над сундуком, видимо, посмеялся. Кладбище. Кладбище мы любим. Кладбище это класс. Чат, кто любит кладбище? Зачарованные просто. Здесь, кстати, заброшенный дом есть, в который мы не ходили, к слову. Что делаешь? Так, стоп. Это он внутри? Или это он... Это он внутри? Раз, зайди. Бомбардный? Конфринга здесь не хватает. Нет, вот он. А, он сзади. Че? Нас обманули. Так ты ж не посмотрел сначала. Не посмотрел. Опа. Не посмотрел и сразу в бой, понимаешь? Угу. В любой непонятной ситуации бомбарда. Когда я изучу бомбарду, я просто буду всегда бомбардить. Что это? Могила жителя деревни. Пошли. Я не знаю, что это, но пошли. Там наверху Динь, это старый и проклятый дом. Пошли. Пойдем. Стим-панковская могила. Все, это просто картинки. Ревеллио. Синдюк. А, ну это все, наверное. Правильно? Вообще нет. Вообще нет причем. Судя по карте, которая сама вырисовывается, к слову. Причем вообще нет. Мужики. Раз, вот эти ребят как у вас сделали? Че нужно сделать? Что нужно? Использовать... А, мандрагору. Вообще нам нужно все вот эти вот три штуки использовать. Так что давай. Давай. Так, эту тоже. Капуста. Направи на них капуста. Ой, я две дожекинулась. И мандрагору. И мандрагору нужно использовать. Вернитесь к профессору Чеснок. Есть. Хорошо. Все, давай тогда поставим что-нибудь. Можно мы головку, чтобы не использовали. Там что-то открывается, закрывается. Проклятие вешается, кстати. То есть мы научились, правда, проклянуть. Это хорошо. Это вот сюда надо что-то поставить. Да. Что за проклятие, ребят? Откуда оно вешается? Мы сейчас вам покажем. Это таланты. Мы изучили. Ну, просто немножко изучаем, что у нас тут есть. В частности, это дольше проклятие вешается. Вот. Мы за счет остолбеней вешаем проклятие. И при нанесении урона одной из проклятых целей наносится урон всем проклятым целям. То есть больше проклятых целей делаем, и потом урон по всем будет идти. Что неплохо. Так же мы вкачали еще по заклинанию конферинга, чтобы разлетались вон огненные шарики. Все любят кладбище, все. Так, а здесь нужно пламя. Подожди, вот там можно поджечь. Оно развернулось. И что это? А-а-а. Круто. Действительно интересно. Это талантинка открывается. Это, кстати, мы с другой стороны. Я знаю, что нужно сделать. Вытащите его на начале. А ты можешь... Он сам вингардиум Левиосу сделал. Ага. Ну ладно, можно и так. Так, погоди. Какая кнопка? F. Я не вижу только где. А все, это максимум. Максимум? Максимум, да. А пути? Ну, к сожалению, это все, ладно. Ну вообще, просто выйди отсюда. Я понял, я хочу еще осмотреться. Так, теперь мне достаточно просто... Мы в одной комнате. Да. Зачем тут осматриваться, если ты все равно туда пойдешь? Ну, сразу осмотреться. Все. Нафига он сразу вингардиум Левиосу сделал? То есть, это мы не это сделали. Это мы... А что мы сделали? Подожди. А зачем? Поджечь теперь ее? Зачем ее поджечь? Там... Ну это не огонь. Она разве не горит? Вообще-то должна. Ну ладно, мы подожжем ее. Ну, да, надо было поджечь все-таки. В прошлый раз оно просто само по себе. Да. Мы не против. Мы согласны, что как бы огонь все дела. Но в прошлый раз оно не подгорало. Именно вот нужно было просто ее положить. Чундук. Легендарный. И все? Видимо. И это все? Что дает? Шею. Шарф. И все? Да. И все? Да. И это все? Да. Все? Ужас. Надо пойти в эту комнату. Вручай комнату и поисследовать, да. Потому что перчатки и шеи легендарные. Что видит? Ночью на кладбище это очаровательно. Как там что-то летает? Сова. Ладно. Мы странички все собрали. Больше не будет летающих здесь. Вот смотри. Ладно, может это не к нему относится. Старинный дом. И он должен динькать. Так. Заброшенный магазин. Ходят слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающее зелье, чтобы эффективнее хранить свой инвентарь. Однако он просчитался. И по сути это закончилось тем, что все исчезло. Настолько маленьким сделал все, что оно исчезло? Видимо. Интересно. На кладбище? Не совсем. Ревелия даст ответ на этот вопрос. Он прям задумал. Да. Пойдем. Пойдем, малыш. Заходи. Домой. Это почему так странно стоит? Такое ощущение, будто бы не зачли здесь. Это мне показалось. Не увидела. Тоже что-то не увидела. А что у нас осталось конкретно здесь позакрывать? Страницы руководства. Четыре штуки. Ну это именно. Там есть закрытые, да. Сундуки с сокровищем, понятное дело. И Диме маска. И все. Кстати, мы не были никогда в клюв и хохолок. Да. Ну это же эти. Она, скорее всего, закрыта, потому что это к питомцам относится. Как с этими? Кстати, да. Обидным. Да, закрыто. Закрыто, закрыто, я вижу. Ладно. Максим. Невидимости Эдурус. Подожди. Что? Изучи предметы. Точно. Пока ты здесь. Пока я не забыл. Согласен. Изучил. Все равно лучше, чем у тебя есть. Хорошо. Перчатки дадут мне... Даже с камушком. С камушком. Снижает урон, получаемый от роллей. Ну ладно. Пускай будет. Так, внешний вид такой. Это не шапка. Нет, это шапка. Это шарф у нас. Тоже с камушком. С камушком. Повышает урон, наносимый с помощью броска древней магии. Угу. Уважаемо. Внешний вид, конечно, так себе. Страшно. Работаю, он притяний образ. Ну и продадим все. Так, леди чеснок. Ну, обучайте меня, давайте. Проверсор, чеснок, ваше задание готово. Прекрасно. Надеюсь, вы оценили, сколько пользы приносит нам растение. Мне это не перестает восхищаться. Не дали, как вчера, я несколько часов подрезала самоудобряющиеся кустарники и трепетливые кустики. Но успехи моих учеников радуют меня даже больше, чем благополучие моих растений. Итак, перейдем к изучению флиппенда. Подвородок выше, палочку на... Стискив... Палочку не стискивайте. Все дело в движении запястья. Ф, правая, пробел-пробел. Тише. Ага. Флиппенда. Вот флиппенда на самом деле интересная магия. В третий слот. Вот что, мы потом будем делать? Я не знаю. Тоже не знаю. Вообще у нас заканчиваются. Вообще заканчиваются. Вообще заканчиваются. Нам нужно пять. Вообще по-хорошему. Вы на каждый этот... По слоту. Да. Получается у нас... Даже больше. Угу. Нет, я имею в виду на каждую строчку. На каждую строчку по слоту, да. Ну, видимо, какие-то, видимо, не сильно нужные. Хотя он висит, кстати, какое-то время. Ввиду Саксу это мощное заклинание, способное рассеивать фиолетовые щитовые чары, переворачивать цели вверх ногами. Да, понятное дело. Да, на спинке. Так, хорошо. Профессор Чеснок, не уделите мне минутку. Сейчас растения отдыхают, так что почему бы и нет? Впрочем, ничего. Ну, это все. Она нас даже не похвалила за использование флиппенды. Тьфу. Ну и ладно. Что? Сделали. Готово. Так, следующее. Ключи мы добыть не можем. Призрак нашей любви. Это карта. Погнали к фигу. Кстати, испытания там были, видела? Так, где кабинет профессора фига? Поехали. Смотри, испытания страницы руководства. За то, что мы в Хоксмите собрали. Вот, у нас есть полный комплект. Ой, такая гадость. Вот шапка вообще здесь не в тему. Ой-ой-ой. Цвет под штаны, понятно, но она такая ужасная. Дурацкая шляпа здесь. Ладно, пока обойдемся. Дальше посмотрим, поглядим. Ну, померяем обязательно. Потом будет показ мод. Может быть, отдельную серию даже этому посвятим. Что лучше, что хуже. Пока что к профессору фигу. Вы вернулись? Наконец-то, министр Спевин больше говорит, чем слушает. А о гоблинах не желает слышать ни слова. Кстати, о гоблинах. Профессор, послушайте. Пока у вас не было, произошло столько всего. Портрет Элдрича Диггари в гостиной рассказал мне о своей внучатой племяннице. Внучатой племяннице? Да, она была бракоборцем. В общем, она взяла меня в Аскабан, чтобы встретиться с Анной Фисби. Постойте-ка, вы были в Аскабане? Это было то еще испытание. Но дело в том, что Анна знала Ричарда Галкарри еще при жизни. Кто такой этот Ричард Галкарри? Он когда-то учился в Хогвартсе. Так вот, он рассказал мне о тайной пещере. Мне удалось добраться туда, и возле останков Галкарри обнаружились утерянные страницы. Неужели все-таки нашли? Да, и поскольку Галкарри успел воспользоваться изображенной на ней картой, то вместе с тем обнаружил им место на карте. Хотите вертик, хотите нет, но это комната по Хогвартсам. Вот как? И почему меня это не удивляет? Покажете мне? Мне хотелось бы верить, что вы это скажете. О, и нам придется взять с собой книгу. И мы сразу пойдем? Да. Да, мы сразу пойдем. 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 И называется залом картографии. Патриот Перси Валя ждет. Профессор Ракон? С нетерпением жду встречи. Как там у Галкарри удалось заполучить страницы из книги? Очевидно, их стащил Пивс. Галкарр потом украл их у Пивса. Пивс. Поверять не могу. Все это время она была прямо у нас под ногами. Сохраниться надо было, согласен. Ну, лоханулись немножко. Ничего страшного, сейчас появится босс, который нас убьет с одного удара, и мы отлетим. На час? Угу. Перси Валя нет. Зато есть пьедестал, куда нужно книгу положить. Любопытно. Тентакли какие-то. Похоже на девольские силки. Ух ты. Красивые. Угу. Все-таки здесь есть тонкий слой воды. Это карта. Вот Хоуксмит, а тут... Запретный лес. И, конечно же, Хогвартс. Восхитительно. Магнит. Перси Валя. Не отвечает. Жаль, что ты этого не видишь. Красивое. И что здесь должно быть? Он, наверное, не про нас сказал. Жаль, что ты этого не видишь. Я понимаю, но что здесь мы должны обнаружить на этой карте? Не знаю. Как бы карта и карта, и ладно. А, вот, персик. Здравствуйте, профессор Ракхам. Вы поставили книгу на пьедестал, как вы попросили. Это мой наставник, профессор Фиг. Про знакомство, профессор Фиг. Теперь вы понимаете, почему было нужно вернуться с книгой. Понимаю. Еще мне ясно, почему вы назвали это помещение катографией. То, что вы так далеко зашли, говорит о наличии у вас необычайного магического дара. Потенциал и сила, которого раскроются, если вы докажете, что достойны того. Место проведения каждого четырех испытаний со времени появления на карте, испытания призваны проверить вас и открыть вам бесценные знания. Бесценные, в смысле, бесплатно их нет. Но пойти на испытания вы должны самостоятельно. Помните воспоминания вам эти памяти, которые вы видели в сейфе Криггатса? Помню. Именно помню. Вы обсуждали портал со своим другом Чарльзом, а еще есть испытания, созданные вами. Чарльз тоже один из хранителей, так мы называем себя еще несколько столетий назад. Ведь мы обязались хранить определенные знания, хранить втайне, до сего времени. Так что же, ни переход из Руинга Ринготс, ни сокровища, ни запретная секция, ни поиск этой комнаты не были частью испытания? Все это важные части пути, но не с самих испытаний. Однако то, что вам удалось так далеко зайти, это хороший знак. Испытания были придуманы для того, чтобы силы и знания, которые мы так долго держали втайне, не попали ни в те руки. Это будет испытание ваших способностей, как врожденных, так и приобретенных. Но во что ни мере важно, все, что вы увидите во время испытания, поможет вам решить, что делать с полученными знаниями. Запастись терпением, испытания многому у нас научат, но на это потребуется время. Боюсь, у нас нет такой роскоши, как время. Мы долго ждали, профессор, уверен, еще чуть-чуть. Со всем уважением, сэр, хоть я и знаю, что это секрет вы храните, я знаю, что юному созданию удалось увидеть следы, следы могущественной темной магии, которой владеют гоблины. И нам повстречался необычайно могущественный гоблин, применяя такую магию, которую выходили из вашего сейфа в Гринготе. Возможно, мы уже опоздали. Это тревожное известие, друг мой. Вы доверяете профессору Фигу? Как самому себе. В таком случае, учитывая ваши незаурядные умения и достижения, начнем. Место проведения первого испытания отмечено на карте под вашими ногами. Профессор Фиг может помочь вам в поиске мест испытаний, но пройти может лишь тот, кто наделен даром, как мы с вами. Взглянем на карту? Риторический вопрос, видимо, был. Вот подсвеченное место, и есть еще пару мест таких. Я узнаю эту башню, это недалеко. Может, вы сами ее видели? Это Саварий, который... Савуней? Савахий? Хранилище сов? Хранилище? Это башня сова. Однако, она кажется знакома. Возможно, ваш юный друг путешествовал чаще, чем вы думаете. Как ваш наставник, я должен был пойти вперед и убедиться, что там безопасно. Присоединяйтесь, как только сможете. Я надеюсь, что я могу найти вас в башне, как только смогу. А пока будьте осторожны, и не говорите никому, куда вы идете. Ну да, уже, по-моему, весь Хогварт знает. Вот еще есть место. И... Мне кажется, там это... Просто отблеск? Возможно. Хотя, там какая-то пещера, судя по белью. Эта пещера, кстати, напоминает ту пещеру, в которую мы входили, если честно. Мадам, как вам? Вам пора освоить Глациус, замораживающее заклинание, который способ умереть чей-то пыл. Все, пора. И ситуация накалится. Пора было. Пора было. Что еще? Когда кончите, заходите ко мне. Все, мы кончили. Мы идем к вам. Где она? Лопните воздушные шары над станцией Хоксмит. Лопните воздушные шары вокруг поля для квиддича. Да без проблем. Полетели. Изи. Изи. И поблагодарим Изи поблагодарить бустеров наших дорогих, замечательных, потрясающе великолепных. Потому что благодарение-то, собственно, на канале видосики и выходит. При соединительных числах вступить в семью. В семью это главное. Можно по ссылке в описании. Ребят, ссылка на бусте. Переходим, подписываемся. Продолжение следует.